Почему мы с вами сегодня собрались? Есть несколько важных событий. Первое это то, что 16 марта стартует курс по цифровой трансформации с точки зрения финансового директора и 30 марта стартует курс по управлению финансами в кризис. Это первое событие. Если курс 16 марта был ожидаемый, мы давно его планировали, это уже четвертый поток, то курс 30 марта он будет первый. И этот курс будет как вызов на те условия, не боюсь, то слово кризис, да, экономически, в которой мы сами оказались. И мы пытаемся с вами разобраться, как сделать так, чтобы этот кризис пройти с минимальными потерями, а лучше даже с приобретениями. Потому что сейчас от финансовых руководителей довольно много зависит. Это правда, конечно, от маркетинга зависит много, от закупок. Но от финансовых руководителей тоже очень много зависит. И нужно понимать, как работать в новых финансовых условиях. Нужно понимать, как мы должны подготовиться к такой истории с курсами валют, которые происходят сейчас, такой истории с резким увеличением кредитных ставок. И я знаю компании, производственные компании, которые сильно завязаны на кредитах. Более того, кредиты привязаны к нефиксированной ставке, да, привязаны к ставке Центробанка, как, наверное, у большинства компаний. И они находятся в довольно сложной ситуации. И часто ситуация усугубляется еще тем, что покупатели компании, если она производит, допустим, товары повседневного спроса, да, то являются торговые сети, которые не спешат быстро повысить цены. Вот в таких сложных условиях нужно понимать, как управлять финансами. Управлять финансами, управлять оборотным капиталом. И сейчас я включу презентацию, чтобы нам было проще с вами разговаривать. Ну, я долго себя не буду представлять, да, скажу, что мои компетенции находятся на стыке двух областей. Это финансы и IT. То есть я, с одной стороны, и финансовый директор, и сейчас являюсь финансовым директором института Мирбис, который продвигает образовательные программы, в том числе программы MBA, Executive MBA. И, с другой стороны, я был руководителем проекта по внедрению ERP-решений. То есть я вот, имея такие компетенции с двух сторон. Сейчас, секунду. Вот, посмотрите, пожалуйста, интересный был вопрос, делал Pricewaterhouse. Как вы знаете, по последним заявлениям они с рынка не уходят. Да, они оставляют здесь российское представительство, которое отделяется вот материнской компанией, и продолжат свой бизнес. И, в принципе, я продолжаю получать от них рассылки. Подписаны очень многие их проекты, вот, и деятельность они свою пока продолжает. Но спасибо за то, что они провели опрос, и видно, среди приоритетов руководителей компании, да, на первых двух местах были оптимизация бизнес-процессов и автоматизация. Надо сказать, что в тех условиях, которые мы имеем сейчас, да, наверняка следующая колонка снижения затрат, которая здесь всего 11%, она у компании вырастет. Я думаю, что точно половина компании задумывается над тем, как можно снизить расходы и, ну, попытаться сделать бюджет более легким. Вот, поэтому вот третий фактор, который не влиял, не так сильно влиял на момент проведения опроса, да, он сейчас играет роль. Ну, и, кстати, он связан с автоматизацией и оптимизацией бизнес-процессов, потому что один из путей, один из путей снижения затрат, это снижение трудоемкости в финансовых операциях, бизнес-операциях, да, и вот как раз если мы подходим к автоматизации, то это путь, по которому мы можем пойти, чтобы снизить расходы на фонд оплаты труда. Еще о чем хотел сказать сейчас вам, если мы говорим про, видите, связь, интересная картинка, да, двухпрофильные работники. Это я взял такую картинку, есть такая книжка, интересно, называется, плохо видно, а, так, да, ага, понял, цифровизация, а, путеводитель по цифровому будущему. То есть там она, в принципе, не для финансовых директоров, написано, там есть интересные вещи, в частности, там про матричные структуры, про матричные организации, даже есть про... Так, извиняюсь, не вот, видите, собака, присоединилась к нашему вебинару. Почему вот на стыке, почему стык компетенций, да, и двухпрофильные работники являются сейчас важной составляющей? К сожалению, рынок труда тоже вошел в такую непростую стадию. Вошел в непростую стадию, и я знаю многих финансовых руководителей, которые сейчас вынуждены находиться в поиске работы. Это не только, к сожалению, компании, которые уходят с рынка российского, компании, которые на рынке остаются, но вот такая непростая сложилась ситуация на рынке труда. И спрос, в первую очередь, имеют те, кто имеет не только финансовые навыки, но и навыки смежных отраслей, в частности, IT. Поэтому, когда мы говорим про финансового директора и цифровизацию, то тот, кто обладает и финансовыми навыками, и цифровыми навыками, будет на рынке труда наиболее востребованным. Это я вижу сейчас то, что происходит. Более того, он сможет переквалифицироваться. Я знаю, что это уже идет с января, но сейчас, как говорится, очень сильно тенденция усиливается. Спрос на рынке 1С специалистов, ну, катастрофический. То есть выгребается рынок всех, кто хоть спал на семинаре про 1С. Это правда. Поэтому для финансовых руководителей, которые имеют хорошие цифровые навыки, у них есть даже без потери зарплаты очень хороший шанс перейти в IT-отрасль, в частности, в компании, занимающейся 1С. Там есть потребность в бизнес-консультантах, есть потребность в руководителях проектов. Если вот такой опыт у вас был на предыдущем месте работы, вы вполне можете здесь попробовать свои силы. Вот поэтому то, что цифровизация – это польза не только для компаний, но и польза для лично вас. Потому что обладать вторым навыком, да, и иметь опыт цифровой трансформации – это важно. Здесь хотел сказать, ну, есть лично слайд, да, который у вас перед глазами, и видим, что цифровая трансформация. Посмотрим, вот синий опрос проводился сейчас, да, голубой, два года назад. Мы видим, как менялись мнения руководителей компаний, да, и видно, что уже две трети, 64% компаний считают, что процесс цифровой трансформации необходим. Более того, я хочу сказать, что в условиях кризиса компании, с которыми сейчас сталкивается компания, многие компании в России, да, они будут пробовать, ну, подтянуть пояса и урезать свои бюджеты. И это, наверное, справедливо. Но умные компании не тронут две отрасли, две составляющие бизнеса в России – это маркетинг и IT. То есть, понятно, что чешутся руки проще всего и легче всего сократить расходы на маркетинг и рекламу и на автоматизацию или цифровизацию, да. Вот компании умные, которые верят в то, что они здесь не на один месяц, не на один год, на несколько лет, они эти статьи бюджета делают защищенными. Очень тонкий вопрос. Здесь на слайде тоже он представлен. Чем автоматизация или чем цифровая трансформация отличается от автоматизации? Вот нету единого, нету единого определения, да, которое бы можно было с радостью вам предъявить. Я расскажу, как я это понимаю. Что такое автоматизация? Это был какой-то ручной бизнес-процесс, допустим, выписка счетов или там формирование заказов поставщику, который, допустим, делался в Excel или Word, да, сейчас делается в информационной системе. Вот это вот классический пример автоматизации. А чем цифровая трансформация и цифровая трансформация по отношению к нам, как к финансовым руководителям, отличаются от автоматизации? Цифровая трансформация – это изменение вашего бизнеса, ваших бизнес-процессов под стройкой их под цифровую составляющую. То есть у вас есть определенные информационные системы, и вы бизнес-процессы меняете, вы бизнес-процессы меняете так, чтобы они соответствовали максимально вашему информационному систему. Вот я так понимаю, да, это первое, это первое отличие. Второе отличие, что цифровая трансформация, если автоматизация – это нечто внутри компании, да, локальное, то цифровая трансформация обычно затрагивает соседей справа, соседей слева. То есть она цифровизует ваши отношения с поставщиками и ваши отношения с покупателями. То есть вот и, ну, какие есть примеры привести, да, допустим, вот приведу пример производственной компании. Просто компания является поставщиком компанией «Леран Мерлен», которая пока вроде не заявляет, я думаю, он не заявит об уходе с российского рынка. И эта компания, она требует, чтобы все общение с поставщиками проходило через их информационный портал. Все заказы, которые они размещают, они вставляют там ваши ответы должны приходить туда. То есть вот компания озаботилась о том, чтобы автоматизировать процесс между собой и между своими поставщиками. Соответственно, поставщики этой компании «Леран Мерлен», они должны настроить цифровой канал взаимодействия между своей информационной системой и системой «Леран Мерлен», чтобы там была максимально бесшовная интеграция. Вот это я называю, в том числе, цифровая трансформация. В прошлом году мы с вами… Ну, это мое понимание. Да, есть второе понимание. Второе понимание, когда говорят, что… Ну и, наверное, половина людей считает так, что цифровая трансформация – это модные информационные технологии, такие как искусственный интеллект, там блокчейн добавляют, машинное обучение, там 3D-принтеры. Что только не добавляют, да, считают, что это цифровая трансформация. Было интересное исследование Высшей школы экономики, которое спрогнозировало до 2030 года влияние цифровых инструментов на рост ВВП. И по их мнению, которое подкреплено определенными расчетами, считается, что цифровизация или цифровая трансформация классических отраслей экономики в разы больше оказывает влияние на рост ВВП, чем чисто цифровые отрасли. Такие, ну, цифровые компании, да, цифровые отрасли – это Яндекс, понятно, которые… То есть у которых продукт только цифровой, который нельзя взять в руки. Да, то есть вот они считают, что цифровизация классических отраслей экономики намного более важный вклад в карты ВВП, чем раздувание в кавычках пузыря, да, который называется там модными информационными составляющими, блокчейн, искусственный интеллект и так далее. Посмотрите, и это, ну, это не только мое голосовое утверждение, посмотрите, вот компания консалтинговая путем опроса, да, что она указывает, какие направления цифровой трансформации наиболее важные среди руководителей компаний, российских компаний. На первом месте цифровизация бизнес-процессов. Это то, что приходит на смену автоматизации. И поэтому, допустим, на курсе, который вот 16 марта стартует, я уделяю довольно много времени, я уделяю довольно много времени раскладыванию составляющей описания, формализации, реинжиниринг бизнес-процессов и как это связано с автоматизацией, да, почему теперь, прежде чем приступать к автоматизации, нужно сделать, ну, реинжиниринг бизнес-процессов. Почему, прежде чем бросаться к роялю, играть какое-то произведение, нужно писать ноты, да, вот ноты – это ваши формализованные бизнес-процессы, подстроенные под реформационную систему. Управление на основе данных на втором месте, то, что называется бигдата, в том числе сюда относится. Это тоже важное направление, но оно важно не для всех отраслей. То есть не у всех отраслей есть возможность собрать большие данные. Допустим, вот я так хочу сказать, в нашей производственной компании есть, есть там десятки покупателей, да, есть там сотни поставщиков, там просто, ну, неоткуда взят с большим данным, у нас покупатели не физические лица, а юридические, да, там есть просто данные. Мне вот здесь больше нравится другое, принять датадрайвинг подход, то есть подход, основанный на данных. Когда вы принимаете решение на основе данных, это не обязательно большие данные, да, не обязательно там огромные таблицы обрабатанные в Пайтоне, это могут быть локальные данные, даже в Excel построенные, но вы смотрите, и прежде чем принять решение, вы опираетесь на данные, не только на интуицию. И вот интересно, что ключевым препятствием цифровой трансформации является нехватка компетенции и знаний. То есть на самом деле очень мало кто в России анормально, адекватно читает цифровую трансформацию именно для, я бы сказал, российских компаний, без вот модного налета блокчейна и искусственного интеллекта. Не у всех российских компаний внедрены ERP-системы, но какой здесь, пардон, искусственный интеллект, да, какое здесь машинное обучение. Это вещи важны, но для производственной компании, они, скажу честно, для производственной компании, торговой, они не являются первым приоритетом. Первым приоритетом, как вы сами помните, сейчас я вернусь, это цифровизация бизнес-процессов. И вот нехватку компетенции и знаний мы с вами будем пытаться восполнить и сегодня, и на курсе 16 марта. Есть отсутствие стратегии, нехватка коллекционных кадров, и, как я и сказал, нехватка коллекционных кадров сейчас выходит, пожалуй, на второе-третье место, да, потому что возник катастрофический дефицит. Мало того, что, я бы сказал, так бы сказал, неразумно выросли зарплаты у специалистов по информационным технологиям, так еще за эти зарплаты на эти людей практически нереально, да. И вот компания, которая оказывает нам поддержку, в частности, по решениям 1С, мы с ней постоянно общаемся, они говорят, что рынок выметен. И, опять же, нужно понимать, ну, как смотреть на кризис, да. Я не буду говорить, что по-японски кризис, по-моему, это означает, их иероглифы означают это время возможности, да. Но это правда так. Ну, как бы это грустно ни звучало, нужно пытаться находить в кризисе моменты, которые позволят компанию вытянуть. Да, есть действительно критические ситуации, когда компания, ну, кризис пройти не может. Но я думаю, что таких не больше 20%. 80% вполне могут не только пройти кризис, но и воспользоваться ситуацией. Приду вам пример. Ну, я, может, раскрою, как это, коммерческую информацию, да, но не думаю, что среди вас есть люди, занимающиеся образованием. Вот, поэтому скажу так. Мы уже на себе ощутили, мы, это институт Мирбис, да, ощутили на себе вот начало кризиса. Потому что у нас все обучение платное. У нас практически нет бюджетных мест, ни на высшем образовании, ни тем более в программах MBA, Executive MBA. И, соответственно, люди платят либо свои деньги, либо компания на них платит деньги. И мы уже начинаем по себе ощущать, что за последнюю, там, неделю, да, набор новых групп у нас, ну, начинает снижаться. И здесь можно, с одной стороны, грузить по этому поводу, а с другой стороны, попробовать найти в текущей кризисной ситуации положительные моменты. У нас образование недешевое, да, допустим, программа Executive MBA стоит полтора миллиона. Она длится два года. Ну, у нас действительно дают качественные знания, да. И в такой ситуации, ну, люди не готовы, к сожалению, не все готовы платить большие деньги за образование. Поэтому мы будем пытаться использовать открывающиеся возможности. Одна из возможностей тем, что, да, что те люди, у которых было, было возможности, желание получить зарубежное образование, да, в зарубежных бизнес-школах, бизнес-школы отказываются от приема российских слушателей, к сожалению. Соответственно, это увеличение российского рынка, да. То есть, на ряду спадения спроса есть и моменты увеличения. Мы находимся там в первой тройке бизнес-школ, поэтому мы надеемся, что вот эти люди, которые не попали в ведущие бизнес-школы мира, да, пойдут к нам. Второе, мы развивали цифровые компетенции, и более того, мы называемся цифровым университетом, да, потому что мы начинаем преподавать цифровые дисциплины, причем в, ну, не так, как это делают другие вузы, да. Мы не учим нажимать кнопки в программах 1С, мы учим людей именно информационной, информационной технологии в широком смысле слова. Вот. И, ну, я думаю, что это тоже может привести к эффекту. Ну, идем дальше. И вот в этой же книжке, да, «Путеводители по словам будущего» мне понравилась еще такая, вот, еще такая картинка «Поведит тот, у кого лучше данные». Вот, если верить в то, что кризис – это в том числе время возможности, да, то нужно вкладывать ресурсы, вкладывать деньги в данные, в обработку данных, в информацию. Я считаю, что за этим тоже будущее. Красивые картинки, которые покажут, как может выглядеть ваш офис, финансовые службы, да, ваш склад, если вы вместе со мной пройдете по интересным ступеням курса «Цифровая трансформация». Цифровая трансформация – это не только цифры, это не только IT-технологии, не только финансы. Я всегда рассматриваю деятельность финансового руководителя, финансового директора с трех составляющих. Это, собственно, посередине управления финансами. Это необсуждаемо, да, все понимают, что это необходимая компетенция финансового директора. Но слева от нее – это цифровизация. Это, как мы говорили, помните раньше, там второй навык, да, то есть кросс-функциональная, кросс-компетенция. Когда человек обладает не только одной компетенцией, то есть он знает, как составить бюджет доходов и расходов. Нет, он знает, как его сделать так, чтобы он получался одной кнопкой из информационной системы. И на курсе мы будем с вами говорить и смотреть реальные живые системы компании. Мы не будем у них глубоко копаться. Я буду показывать, какие возможности можно вытянуть из типовых систем. Мне интересно, понравилось высказывание одного слушателя, который прошел курс. Он говорит, я не ожидал, что из системы 1С можно вытянуть столько полезной информации. И мы с вами опираемся на регулярный менеджмент. То есть я должен рассказывать, и буду рассказывать, и надеясь, что это является важной составляющей финансового директора, научиться регулярному менеджменту. Регулярный менеджмент, вообще регулярный, да, это слово, имеющее несколько значений в переводе с английского регуляр. Первое значение – это периодически, постоянный, да, то есть которое происходит, ну, как метроном, так я называю, в определенное время, да, такое. Делит вашу жизнь на определенные такты и учится соправлять этими тактами. Второе регулярный – это регулярный перевод слова «обычный». Так еще можно перевести. То есть для обычных людей, для обычных менеджеров, для обычных специалистов, для обычных сотрудников, то есть тот менеджмент, который не нужен заканчивать там MBA или иметь три высших образования, чтобы исполнять процедуры, установленные регулярным менеджментом, да. И вот на стыке этих трех, на стыке этих трех отраслей, трех областей, трех компетенций, и я считаю, зыждется такое слово «идеальный финансовый директор». Да, вот такая табуретка на трех ногах. Еще интересный момент, который присутствует на курсе 16 марта, то, что я буду рассказывать о функционале так, как будто бы человек приходит в первый день, заступает на работу. И такой был действительно спрос. И от главных бухгалтеров, которые приходили на курс, просили рассказать. Вот мы вроде все понимаем, но есть такой небольшой страх, да, что нужно сделать в первую очередь, в вторую, в третью. Ну, то есть вы заступили в должность финансового директора. Ваши действия в первую неделю, во вторую, в третью. С чего начать важно, что крайне важно, а что можно сделать позже, да. И, кстати, если вы знаете, наверняка знаете, что баланс МСФО строится по убыванию ликвидности активов. В этом есть логика. И, соответственно, в этой логике построен финансовый учет по МСФО стандартам. А русский баланс начинается с первого счета основных средств. Почему, непонятно. Это что, самый неликвидный актив? Все это надо начинать. Так вот, хочу сказать, что нормальный финансовый директор начинает цифровизацию не с основных средств по русскому балансу, а с денежных средств, как с самого ликвидного актива, согласно МСФО стандартам. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Дальше все будет интереснее и интереснее. Я буду показывать конкретные примеры, конкретные таблицы из курса, чтобы вы после сегодняшнего вебинара вышли, я надеюсь, с таким, знаете, open mind, так и называется, да, раскрытые возможности, раскрытые, у нас не плохое слово, раскрытое сознание. Вот я надеюсь, что получится это сделать по результатам сегодняшнего вебинара. Хотел рассказать, какие важные задачи, да, я считаю, вот, не только курса, а вообще, в какую сторону должен двигаться и развиваться финансовый директор с точки зрения цифровой трансформации. Ради чего вообще делается цифровая трансформация, да? Первое, это чаще говорят, что снизить трудоемкость и уменьшить там расходный персонал, это правда, но у нас так и произошло в институте Мирбис, да, результате цифровой трансформации. Но вторая часть, может быть, даже более важная, это тот персонал, который задействован в бизнес-процессах, он избавляется от рутинных операций и теперь занимается, ну, аналитическими вопросами. То есть он оказывает поддержку принятия решений руководства. Да, вместо того, чтобы там, извиняюсь, тупо набивать накладные в систему, человек, бухгалтер готовит аналитические отчеты. То есть у нас даже происходит перераспределение обязанностей внутри компании, внутри финансовой службы, что люди вместо бухгалтера или, точнее, вот если вы знаете, то в западной методологии, в западных центрах учета есть два бухгалтера. Один бухгалтер называется буккипер, второй бухгалтер – аккаунтент. Буккипер – это человек, который, я так скажу, тупо лупит систему документы первичные, да, то есть буккипер, он, ну, как бы, заполняет главную книгу проводками, документами. А аккаунтент – это человек, который занимается, в том числе, аналитическими вопросами, который не только ведет учет, но может делать и планирование, и составлять бюджет. У нас бухгалтера именно этим и занимаются. То есть у нас бухгалтера выросли до такого, что они не просто лупят проводки в систему, а они вместе с менеджерами составляют бюджет будущего периода. Ну, конечно, нужно развивать личные цифровые компетенции, да, нужно разбираться, как работает основная архитектура системы. Вы не обязаны знать весь функционал системы, вы не обязаны знать, какие кнопки там всегда нажимать, но какие-то… Каркас системы, его скелет, да, я расскажу, как его построить в информационной системе. Ну, конечно, управлять затратами, да, и особенно сейчас это критически важно, добиваться снижения расходов. И здесь есть несколько путей, и мы говорим об этом, вот Zero Best Budgeting, такое довольно модное явление, это когда бюджет составляется не от прошлого, а как будто компаниночная деятельность первый год. Это полезное упражнение, особенно сейчас, особенно в условиях кризиса. Если у вас единая система вместо запарка программ, вы снижаете сдержки на ее сопровождении, да, это очевидно. Важная составляющая – оборотный капитал для производственных и торговых компаний, у которых большие запасы, либо торговые продукты, либо комплектующие, да, есть незавершенное производство. Это все оборотный капитал вместе с деньгами и взаиморасчетами. Если кредиты зашкаливают за 20%, да, и вы сидите в кредитах на выполнение оборотного капитала, то вам нужно уменьшать зависимость от кредитов, особенно сейчас. Есть реальные пути, есть реальные технологии, в том числе, так называемые material requirements planning, технологии, которые позволяют, опираясь на имеющиеся информационные системы, не сильно их доработав, нормально по-взрослому управлять оборотным капиталом. Так как меняется все ежедневно, вы сами знаете, да, даже, я бы сказал, ежечасно, то нужно иметь систему учета, которая обеспечивает корректные данные день в день. Никто не должен из бухгалтеров входить домой, пока все документы за день не обработаны, не внесены в информационную систему. Если у вас информационная система имеет неактуальные данные, то грош цена в такой системе, да, то есть вам нужна система, данным которой вы можете доверять. Есть несколько технологий, как добиться того, чтобы, допустим, бухгалтеру не нравился привычный документ, товар пришел, его нужно троять в системе, об этом я рассказываю, как обеспечить, с одной стороны, требование бухгалтерского учета, с другой стороны, добиться, чтобы данные были обработаны в тот же день. Конечно, будем говорить про казначейство. Как сделать такую информационную панель казначею или финансовому директору, если он управляет непосредственно деньгами, да, чтобы, глядя на эту информационную панель, одним взглядом можно было понять, насколько актуален этот платеж или нет, или его можно отложить. Особенно это важно, когда у компании стали возникать кассовые разрывы, да, то есть, когда вы, допустим, планируете платежный календарь, не любое это слово, но воспользуюсь им, видите кассовый разрыв через месяц, через неделю, вы должны понимать, как его закроете. Чем раньше вы увидели кассовый разрыв, тем дешевле его можно закрыть. Об этом мы тоже должны с вами разговаривать и должны это уметь делать. Конечно, управление персоналом, да, вы, ну, как финансовый руководитель, должны обеспечить, причем научиться мотивировать персонал, даже у меня, даже бухгалтера имеют мотивацию. То есть, у нас, допустим, вознаграждение стоит с постоянной переменной части, и даже у бухгалтеров есть переменная часть, которая зависит от эффективности их работы. И поверьте, особенно сейчас это важно, да, людей, которые, ну, так я скажу, смотрите, вот что происходит на рынке. На рынке растут цены. Это связано и с ростом курса доллара, это связано и с ростом ставки Центробанка. И вынуждены, ну, хотите вы не хотите, да, вы тоже поднимаете цены, и вроде следующим шагом логично поднимать зарплату персоналу. И вот умный, я сказал, мудрый финансовый директор. Он не просто увеличит оклад, там, с 80 до 100 тысяч менеджеров по закупке. Нет. Он оставит оклад 80 тысяч, но сделает 20 переменную часть и замотивирует его, допустим, эффективно управлять оборотным капиталом. Вот в условиях кризиса это важно, да, в условиях кризиса важно, особенно когда вы вынуждены поднимать зарплату, из-за внешних условий, да, попытаться в этот момент и воспользоваться этим моментом, чтобы запустить мотивацию персонала. Когда у вас человек сидит на окладе, допустим, 80 тысяч, да, и сказать ему, слушай, давай разобьем твой оклад на там 40, постоянная часть, 40 переменную, он скажет, ну что, я дурак, что ли? Ну, вы, конечно, можете за 2 месяца его предупредить, если он не согласится уволить, но зачем вам лишние проблемы с персоналом и с трудовой инспекцией? А тут есть прямо привой, ваша жизнь заставляет к тому, чтобы перевести персонал и научиться его мотивировать. И это из серии использовать кризис как время возможностей. Да, вы вынуждены увеличить расходный персонал, если вы не сделаете это сейчас, поверьте, через там, ну, к лету вы вынуждены будете это сделать, если даже не раньше, к апрелю, да, либо персонал вас начнет перетекать в другие компании. Это, ну, это, к сожалению, такая данность, да. Там компания ДНС подняла рынок в один день на 30% своей цены на весь ассортимент. То есть, и понятно, что люди будут пытаться, ну, если им будет не хватать зарплат, они будут пытаться искать место, где могут эти деньги заработать. Так, покажите им мотив, что если будете делать то, что важно компании, важно именно сейчас, в критический момент, в кризис, то вы готовы за это платить. И поверьте, то есть вы человеку дадете переменную часть 20 тысяч, он нам пользу принесет на 200 тысяч, или на 2 миллиона. Особенно это касается менеджеров по закупкам и продажам. Ну, шаг в сторону курса, да. Я считал порядка 20 документов, несколько книг я даю в рамках этого курса. То есть, вы получаете не просто видео-лекцию, да, вы получаете реальные документы в ордео-целе, которые вы можете начать применять. Относите их в форму документов, которые можете автоматизировать прямо сейчас. То есть, вызвали 1С-программиста, или если у вас компания-подрядчик поставили издательство, я хочу такой отчет, вам такой отчет должны нарисовать. Это не будет стоить дорого, это не является честным изменением конфигурации, не нужно бояться добавлять отчеты. Но они существенно улучшат вашу информационную составляющую. Да, вы будете знать гораздо больше информации для принятия решений. Ну, на курсе мы разговариваем, да, про управленческий учет, про бюджетирование. Особое внимание уделяем правлению оборотным капиталам. И о чем еще хотел сказать, то, что важно про управление проектами. Я буду рассказывать о том, как финансовый директор может управлять проектом автоматизации. Причем управлять по нескольким методикам. По методике agile и по методике классического проектного подхода. Более того, в связи с кризисом происходит изменение подхода к цифровым технологиям. Как подход был, ну, подход к автоматизации, который был раньше. То есть, допустим, вы нанимаете, если у вас нет собственного персонала IT, вы нанимаете контрактную организацию, которая делает вам автоматизацию на решениях 1С, да, они ходят опрашивать ваших ключевых пользователей и составляют такое меню, да, функциональные требования, что вы хотите от информационной системы. Потом они расценивают и говорят, ну, это будет стоить 27 миллионов рублей, 17 миллионов рублей, 12, и там 14 месяцев работы. Устраивать, начинаем не устраивать, ну, говорится, до свидания. Это подход, классический проектный подход. Так вот, сейчас компании не готовы платить такие бюджеты, потому что непонятно, что будет завтра, да, то есть вы, у вас проект автоматизации, во-первых, рассчитан на 14 месяцев в лучшем случае, а компания-то эти 14 месяцев, ну, выживет или нет в сложных кризисных условиях. И вот есть, я бы сказал, поднимает голову и кричит в рупор, новый подход, относительно новый, да, подход agile, который, к сожалению, ну, большинство, большинство подрядчиков, которые занимаются автоматизацией на решениях 1С, не привыкли. Они все находятся в рамках классического проектного подхода. Они привыкли обсуждать бюджет, закладывать в него, там, 30% страховки. То есть, реальная автоматизация стоит 12 миллионов, вам называют 17 миллионов, потому что, ну, мало ли, мы чего не учли, да, вы с этой цифрой соглашаетесь, и там процесс автоматизации запустился. Так вот, сейчас, поднимает голову и просто кричит громко новый подход agile, когда вы идете не от функциональных требований, их оцениваете, а идете обратным путем, вы говорите, у меня в этом месяце могу выделить на цифровизацию 500 тысяч рублей, что самое эффективное я могу сделать за эти деньги. Вот тот подход, который сейчас приветствуется. Причем, вы не планируете бюджет свой внедрения на 14 месяцев вперед, на 2 года, на 3 года. Вы работаете краткосрочными периодами. Там есть определенные методологии, да, в agile решениях, как это все делается. допустим, говорить там, предположим, 500 тысяч в месяц. Что сделали? Через месяц смотрим, что получилось и планируем в следующий месяц. Вот такой подход в условиях кризиса является сейчас, мне кажется, наиболее эффективным. Компании отказываются от больших бюджетов и 1С партнеры, которые занимаются внедрением, если они не перейдут научиться работать в методологии agile, то они могут потерять много клиентов, потому что классический проектный подход сейчас будет рассыпаться как карточный домик. Компании не готовы тратить большие суммы на автоматизацию, так как это было раньше. Ну и давайте, ну я сделал, знаете, несколько, ну, вот я так скажу, смотрите, какой-то умный человек сказал, что если он сравнил, да, сравнил разные подходы к обучению, там, послушать, это, там, условно, вы запомните x информации, если вы увидите это, да, в графическом виде, вы сможете запомнить 2x, два раза больше, то есть, вместо текста, графический вид, таблицы, к ним тоже отношусь, да, отношу, это два раза больше, если вы сможете продемонстрировать, как это работает, показать, не просто видео, открыть систему информационного, показать в ней, вот я так это называю, так это я делаю на курсе, да, это, там, в 3 раза выше у вас запоминаемость, там, если сделаете своими руками, в 4 раза выше, и так далее, так вот я стараюсь максимально использовать графический вид, причем, понятный, да, то есть, я люблю таблицы, на которые смотришь, и она говорит, вот, о чем говорит эта таблица, вот, хочу вам, ну, подарить такой лайфхак, сводное платежное распоряжение, о чем это, это о том, что, прилично сделать платеж, вы должны вывести на информационную панель всю информацию о данном контрагенте, состояние взаиморасчетов с ним, допустим, вы видите, что по этому контрагенту есть кредиторская задолженность, условия оплаты, допустим, отсрочка платежа, значит, разумно, что вы погашите, и вам принесли документ на оплату, соответственно, вы погашаете отсрочку, этот платеж можно пропустить, более того, вы смотрите, какой остаток по статье о бюджете, да, и все это видите на одной панели, это вот такая информационная панель казначея, она несложно настраивается в операционных системах 1С УПП, 1С РП, 1С комплексная автоматизация, это несложно, это несущественная изменение конфигурации, но оно в разы повышает эффективность, конечно, просто настроек недостаточно, как мы говорили, вы должны сделать так, чтобы документы обрабатывались день в день, когда вы увидите сальдо на расчетах, вы должны ему верить, что бухгалтер не забыл обрабатывать документ, оно действительно такое, и менеджер это подтверждает, у нас эти документы готовит менеджер, то есть тот, кто хочет заплатить деньги, в данном случае там менеджер по IT-сопровождению, то есть тот человек, который занимается сайтом, каким-то еще с делами, вот он готовит такой документ, у нас все менеджеры постепенно выросли и превратились на финансовых специалистов, они знают, что такое бюджет, они знают, что такое сальдо на расчетах, и я как раз рассказываю, как добиться этого, как добиться, чтобы у вас были, знаете, как я часто вижу в компаниях, то есть, когда нужно платить, приходит менеджер, бросает счет на стол бухгалтер и уходит, здрасте, куда ты уходишь, ну-ка иди сюда, конечно, первое время мы помогаем ему оформить заявочку на расход, потом помогаем сделать другие действия, помогаем состоять в бюджете, постепенно у нас финансово растет, здесь, конечно, нужна воля не только финансового директора, но и генерального, который скажет, да, это правильно, должна быть такая кросс-функциональность компетенции у наших менеджеров по закупкам, человек, занимающийся закупками, не может ими заниматься, если он не понимает ничего в финансах, пусть идет там чистить картошку, да, правда, то есть, вот если тебе доверили, почему так важно, я говорю про закупки, потому что старт круга оборотного капитала, старт оборота капитала, с этого момента, как только менеджер послал заявку поставщику, заказ поставщику, с этого момента начинается большой круг оборотного капитала, который потом переходит в получение материала, в выдачу их со склада и так далее, но стартует процесс простой менеджер по закупке, и от того, как он его стартует, вот от этого очень много зависит, и я рассказываю, и я считаю, что финансовый директор вынужден идти в такие закупки тоже, нужно в них, ну, участвовать в хорошем смысле этого слова, это, конечно, относится к производственным торговым компаниям, я рассказываю, как, ну, не разрушая рабочий день финансового директора, контролировать формирование, ну, контролировать закупки тоже, да, не только оплаты, почему важно, буду идти, да, почему важно для финансового директора контролировать не только оплаты, потому что, вот я приведу вам такой пример, я, ну, кроме того, что финансовый директор института Мирбис, являющий один из собственников небольшой производственной компании, компания небольшая, но она имела поставки с технических аксессуаров в торговой сети России, там, Люра Мерлен, Макси Дом, и зарубежья, это была Прибалтика, Литва, Эстония, Белоруссия, Казахстан. Литва, Эстония, нам даже боялись позвонить нам, то есть у нас такое, знаете, произошло сильное общение, с фирмом все запретили, вообще, Россию слово упоминать, поэтому они там писали на мессенджерах, извините, я не могу говорить, но пока нам запретили делать поставки за Россию, ну, ничего страшного, а мы от них евро получали, то есть это был очень выгодный контракт, ну, как говорится, не смертельно переключимся на Белоруссию и Казахстан, вот, и, ну, о чем я когда, о чем я начал говорить, да, ради того, чтобы, ради того, чтобы, ну, обсудить оборотный капитал, смотрите, наша производственная компания, мы закупаем там алюминий, пластик, и причем пластик, листовой пластик, да, режут наш размер, соответственно, как только мы поставили заказ поставщику, что мы хотим 5 тонн пластика такого-то размера, у нас договор написано, что мы отозвать обратно этот заказ не можем, да, если бы каким-то причинам потом пластик нам не понадобится, я его месяц готовил, да, то даже если не было предоплаты, мы отказаться от этого заказа не можем, пластик порезали наш размер, и никуда, кроме как выкинуть его в лом, поставщик деть не может, и если вы, финансовый директор, контролируете только платежи, то смотрите, что произошло до вашего платежа, предположим, у вас отсрочка, у нас по пластику, менеджер по закупкам, дал заказ поставщику, товар еще не пришел, но через месяц он приходит, его размещают на склад, еще через 2 недели, у нас там 2 недели отсрочка, вам приносит счет на оплату, и вы что, можете этот счет не заплатить, нет, конечно, товар уже, то что полезно привезен, даже начал использоваться в производстве, то есть вы как финансовый директор, если контролирует только платежи, вы их не контролируете, вместо вас их контролирует менеджер по закупкам, так вот, чтобы вам быть грамотным финансовым директором, и принимать решение, тогда, когда вы принять его не можете, когда вам принесли счет, и вы, если вы не оплатите, вы просто нарушите контракт обязательства, пойдете либо на штрафные санкции, либо в суд, вам нужно раньше в момент формирования заказа поставщику иметь механизм проверки того, что там заказывали ваши менеджеры по закупкам, насколько их заказы соответствуют вашей концепции управления оборотным капиталом, так вот я упасно скажу. Возвращаясь, помните цифровая трансформация, и первое, что там было, там цифровизация бизнес-процесса, вот, пожалуйста, описание бизнес-процесса, одно из возможных описаний, я не буду програться в деталях, это, собственно, процесс казначейства, процесс казначейства делится на три составляющие, планирование платежей, исполнение и учет и контроль, соответственно, вы можете подробно описать каждый блок, но видно, что начинается все с чего, со счета на оплату, либо с справочников в системе, на которых расположены статьи бюджета заканчиваются, все платежным поручением, в данном случае выгрузка информации в главную организацию, потому что это часть организации холдинга, там все платежные движения, она обязана грузить еще для цели там информационной открытости в головную компанию. Вот о таком описании бизнес-процессов я говорю, я подробнее останавливаюсь, как сделать правильное описание процессов, чтобы оно помогло в дальнейшей цифровизации, как сделать реинжиниринг бизнес-процессов, чтобы есть такое понятие SIS и 2B, то есть SIS как было, 2B как должно быть, вот вы должны научиться формализовывать процессы, делать их 2B. Ну, опять же, вы можете спросить, а при чем здесь финансовый директор? Так вот, ну, а кто же это еще должен делать? Кто еще должен выступить инициатором такого процесса? То есть если вы отвечаете за цифровую трансформацию или хотя бы за автоматизацию, вы вынуждены делать к ней такую артподготовку, информационную подготовку, вынуждены, прежде чем бросаться к роялю, писать ноты, вот эти ноты, вот эти ноты, они написаны в терминах информационной системы. В научнице с вами поговорим о том, как обрабатывать документы день в день. Тоже важный навык, важный механизм, да, как описать все документы и добиться того, чтобы они закрывались ежедневно. У нас, ну, здесь, кстати, опять я возвращаюсь к нашей книжке, ну, к моей книжке, путеводитель, да, по цифровому будущему. Почему я к ней возвращаюсь? Потому что я на курсе рассказываю о том, как превратить иерархическую структуру управления в дивизиональную или в матричную. И зачем это нужно, да, и как это помогает, особенно в период кризиса. Вот это прям must have. Перейти с функциональной иерархической структуры перейти на структуру, перейти на матричную и дивизиональную структуру. Создавать так называемое операционное зало. И вот здесь приведем пример документа оборота такого операционного зала, да, в котором собрались не только финансовые службы, там все это бухгалтеры, экономисты, менеджеры по закупкам, в данном случае, у нас все это менеджеры по производству, занесет все вместе. И более того, никто не уходит домой, пока все документы за день за систему не обработаны. Менеджер по закупкам сидит и ждет, пока бухгалтер, допустим, обработает все документы. И поверьте, здесь тут же возникает взаимозаменяемость и помощь друг другу. Вот это механизм, который позволяет не прямым директивным управлением, а созданием таких команд. Ну, это тоже, кстати, джало-подход, да, создание команд, которые самоуправляемые. Вот это создание самоуправляемых команд, которые в период кризиса могут сами находить решения из подставленных задач. О чем еще хотел сказать? Ну, есть тоже подход, который хотел вам предложить, о котором мы говорили в самом начале. Помните, что компетенция финансового директора в моем случае, или современном, если хотите, цифрового финансового директора состоит из трех вставляющих. Это информационная система, финансовые инструменты и менеджмент. или в данном случае регулярный менеджмент. Так вот, что такое регулярный менеджмент? Это в том числе поток аналитических, управленческих отчетов, операционных отчетов, которые система генерирует ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежеквартально. То есть зависит от того, ну, от потребностей в информации, да. Вот примеры отчета, пожалуйста, вам еженедельного. То есть это отчет о поставщиках, кто как сработал за месяц, у кого какие были отклонения. Это важно. Но это важно, если вы делаете систему качества в своей организации, да, это важно для этого, это просто must have, без этого, как говорится, вас аудитор не отпустит. Но даже для себя вы должны знать, чтобы в том числе управлять оборотным капиталом, чтобы в том числе уметь формировать страховые запасы под каждого поставщика, вы должны знать, как он вам поставляет. Если у него срок поставки 20 дней, но каждый раз он его просрачивает на неделю, соответственно, вот вам, пожалуйста, у вас должен быть страховой запас минимум неделю. Да, если вы такую информацию имеете, это позволяет вам, согласно технологии MRP, material requirements planning, аккуратно и точно управлять оборотным капиталом. Что такое эффективное управление оборотным капиталом? Когда его настолько, сколько надо, ни больше, ни меньше. То есть его не так мало, чтобы у вас остановился, допустим, конвейер своего производства или то, что не хватило какой-то одной запчасти, да, и весь конвейер стал. Но и не так много, чтобы запасы пролежали на складах, увеличивая там вашу потребность в кредитах, вашу потребность в заемных средствах. Ну, интересные отчеты, да, вот если мы анализируем по, опять же, продолжение оборотного капитала, да, как мы автоматизируем его? Я об этом рассказываю и показываю на решениях 1С. Неучестно, опять же, повторяюсь, я не учился нажимать кнопки, да, есть достаточно курсов, на которые вы можете отправить специалистов, они разберутся и доложат. Я вам рассказываю с точки зрения финансового директора, да, как управлять оборотным капиталом, максимально автоматизировано, на типовых решениях 1С. В типовых решениях 1С на 80% уже, ну, я бы сказал, настроено нормальное, про него не хватает 20. Знаете, вот самая, я бы так сказал, есть такая украинская поговорка, умела готовать и не умела продавать, да, то есть до 100, там много, что сделано, но нету самого важного, то есть нету подачи, нету отчетов нормальных, нету нормальных обработок, которые позволяют вам, как финансовому директору, эффективно управлять оборотным капиталом. И вот, но об этом мы тоже говорим, да, как сделать так, чтобы дотянуть решение 1С, как задешево, не за миллионы рублей, а задешево, до нормальной системы по управлению оборотным капиталом. Повторюсь, вот управление запасами, да, это важно, конечно, для производственных торговых компаний, для компаний, допустим, которые занимаются услугами, для нас, как образовательные организации, важно управлять деньгами и взаиморасчетами, на запасы там, ну, совсем небольшие, что там, констовары, да, книжки, да, учебники. А вот для производственных торговых компаний это критически важно. У них в балансе часто стоимость запасов там в разы перевешатся остатки на денежных счетах, поэтому для них управлять запасами крайне важно. И вот, ну, я показываю, да, как работает алгоритм. Алгоритм МРП, вот, material requirement, который мы доделываем, из стандартного набора, который нам предлагает система 1С, до того, чтобы это работало максимально эффективно и даже, не побываясь этого слова, роботизировано. Есть такое модное, модное слово роботизация, да, каких только роботов нам не показывают. Так вот, я вам покажу, как этот робот работает в системе 1С и планирует закупки за, ну, по сути, не то, что за, он делает информационную подготовку для менеджера по закупкам. То есть, система не принимает решения. Она говорит, что уважаемый сотрудник отдела закупок, вам сегодня, в соответствии с несенными меня данными, необходимо сделать следующие заказы поставщикам. Такому-то поставщику, такие-то комплектующие, такому-то, такие-то комплектующие. Вот он заказы, я их уже сделала. Если вы согласны, нажмите на кнопку 1. Если хотите это редактировать, нажмите на кнопку 2. Вот это нормальный подход. Это человекомашинная система. Вот это и есть цифровая трансформация. Цифровая трансформация, которую можно сделать даже, объясняю такое слово, даже на решениях 1С. Ну и, кстати, мы, тоже интересная таблица, это, чем она интересная? Вот я люблю таблицу, которую можно долго смотреть и изучать. Вот ее, на эту таблицу можно потратить минут 10 точно. О чем она говорит? Это западные компании. И здесь приведены показатели оборачиваемости составляющих оборотов капитала. Вот первое ДСО, верхний такой график, это Day Stales Outstanding. Это оборот дебюторской задолженности. Середина Day Inventory Outstanding. Это оборот запасов. И нижняя Purchase Outstanding это оборот кредиторской задолженности. Ну, система подразумевает, как будто вы заказываете поставщиков в одну отсрочку. У вас возникает не дебюторская задолженность в предоплатах, а кредиторская. Так работает западный мир. Понятно, что в России он работает по-другому. У нас многие поставщики требуют предоплату. И, кстати, вот из-за чего и возникает понятие оборотного капитала. Вот в нашей простой компании Caravan, которая, говорю, которая поставляла в Прибалтику, Беларусь и Казахстан сейчас поставляет. У нас мы закупаем алюминий с большой предоплатой. Больше, чем за месяц. Это большая статья расходов. Многие комплекты сейчас закупаем с предоплатой. А продаем на отсрочку. У нас отсрочка в Леруа Мерлен 90 дней. А срочка в Прибалтику была 40 дней. Потом, когда начался коронакризис, 70 дней. В Беларуси 50 дней. Поэтому нам нужен оборотный капитал. Ради чего он нужен? У вас если вы покупали на отсрочку, продавали за предоплату, у вас был бы отрицательный оборотный капитал. То есть, вам он был не нужен. И, кстати, это ситуация, в которой находится сама компания Леруа Мерлен. То есть, она берет на отсрочку поставщиков, а покупателей берет кэш день в день. То есть, она живет за счет поставщиков и строится магазин за счет поставщиков. Наша компания просто находится в другой ситуации. То есть, мы закупали на предоплату, продаем со срочкой. Поэтому нам нужно... И здесь мы можем посмотреть, видите, столбиками это разные отрасли. И вот здесь есть цифра в кружке. Это среднее количество дней. Допустим, вот возьмем химическую отрасль, третий столбик слева. Вот 780 одна компания поучаствовала в исследовании. И видно, что, допустим, не средняя срочка 64 дня. Оборот запасов 72 дня в среднем. Максимум 104, минимум 47. А оборот задолженности кредиторской, да, это 58 дней. Вот вы можете посчитать, и мы говорим как с вами на курсе, да, посчитать эти коэффициенты и сравнить их с мировыми. Но, допустим, когда я привожу пример своей простоной компании, да, на курсе, вы увидите, что у нас все цифры больше. Ну, не в разы больше, но, там, допустим, вот sales outstanding в консюмер, да, это, собственно, того, в который выпадает товар народного потребления. Их 44 дня. Как может быть на 44 дня, если у нас отсрочка в люра-милен 90 дней? Очевидно, что мы тут же вылетаем даже больше, чем у них максимальная 66 дней отсрочка среди всех компаний, да. То есть, российский слоев хозяйства отличается от мировых, отличались, сейчас еще сильнее будут отличаться. Я думаю, сейчас многие компании от отсрочек будут переходить на предоплату, да, и это будет вызывать увеличение потребности в вашем оборотном капитале. Это тоже важно понимать. Ну, и не буду подробно останавливаться, да, просто показываю, какие я привожу примеры, как мы управляем по agile, как мы управляем по классическому проектному подходу, что такое учетная политика автоматизации, зачем она нужна, и это называется, чем главный бухгалтер может помочь автоматизации, да, ну, хороший главный бухгалтер, или хороший аналитик, который работает в финансовой службе, то есть, как подготовиться к автоматизации, да, об этом тоже мы рассказываем. Так, ну, друзья, вот, я ну, большая, большую часть своего доклада да, вам завершил, если есть вопросы, давайте я с удовольствием на них отвечу, и тогда я смогу сделать какие-то завершающие штрихи нашей встречи. Буду рад любым вашим вопросам, комментариям, было ли полезно сегодняшняя встреча. Надеюсь, что была полезна, да, и опять же хочу вернуться немножко к началу нашей встречи и заявить, что грамотные компании, даже в условиях кризиса, не секрестируют, ну, существенно, да, расходы на маркетинг IT. То есть, расходы на маркетинг, они нуждаются тоже в, ну, как-то в просеянии через сито, чтобы оставить эффективные только расходы. Это отдельная тема, и мы о ней будем говорить. И, кстати, вот, хочу сказать, что те, кто заканчивает курс, он становится учатником Клуба Успешных финансистов, которым доступны раз в месяц мы встречаемся, обсуждаем темы. Ближайшая наша тема – это финансовый маркетинг. Как сделать, как добиться эффективного управления рекламными расходами. Опять же, мы будем об этом говорить с точки зрения финансового директора, который вынужден разбираться, что такое маркетинг тоже, чтобы понимать, что деньги на рекламу тратятся эффективнее. И это про маркетинг. И про IT, расходы на IT компания, она не сокращает, она их перераспределяет. Умная компания пересходит от автоматизации по классическому проектному подходу к автоматизации по методу agile. Мы говорили о том, что это два равных подхода, один подход классический проект. И когда мы говорим, что я хочу сделать, скажите, сколько стоит подход agile, он немножко другой, он говорит, вот мне столько денег, скажите, что могу за них получить. да, в условиях кризиса мы вынуждены будем, ну не все компании, то есть есть компании, не знаю, Газпром не берут, но компании, которые не сильно пострадают в слоях кризиса, может даже выигрывать, да, это компании, которые получают евро в выручку, это наши производители металлов и так далее, тем более те, которые попали там в защищенные отрасли или могут переориентировать рынки с Европы на Азию и Африку, вот они наоборот выиграют кризис, но много компаний вынуждены будут находить пути оптимизации своих расходов, да, его переход на такой не отказ от оптимизации вообще, да, ой, все рухнуло, прячьтесь, кто может, нет, умная компания, она будет идти продолжать цифровую трансформацию, понимая, что это задел на будущее с одной стороны, с другой стороны, снижение трудоемкости и повышение аналитичности и прозрачности компании, это тоже ключевые вопросы, которые важны в период кризиса, вы должны знать, иметь модель компании прозрачную, чтобы знали, как она работает, как она, то есть, какие, какие действия влияют на результат вашей компании, то есть, вот, вы должны понимать, что, знаете, как эффект бабочки называется, да, вот я здесь положил, не знаю, 200 тысяч на маркетинг, я должна знать, что это принесет на 600 тысяч выручки, вот, вы должны такие вещи уметь делать и без нормальной цифровизации, здесь не только ERP-системы, здесь CRM-системы, здесь там разные есть, мы допустим, сейчас внедряем в институте, такая, у нас есть Bittrex, да, как CRM-система, мы сейчас делаем к ней доделку, доработку, это такое есть дополнение Royal Stat, компания выпустила, это агент Сколкова, да, который вот делает, повышает аналитическое качество отчетов из CRM-системы, мы сейчас этим активно, я в том числе этим активно занимаюсь, мне это даже интересно, и это особенно важно сейчас, то есть мы к этому приступили в декабре, заплатили первую предоплату, а это оказалось критически важным сейчас, потому что мы должны знать, как каждая копейка рекламы эффективно или неэффективно расходуется, какие рекламные расходы можно, у нас просто много реклам мы даем, и раньше был Google, да, Яндекс, Facebook был, Instagram был, порталы, которые посвящены тематической образованием, мы должны понимать, как каждая копейка в каждом источнике рекламы работает, поэтому второе, да, мой посыл, это не отказываться от пути к цифровому будущему, но если у вас нет денег на классический проектный подход, не останавливайте движение в цифровизацию, а просто переводите его на agile подход, это тоже реально, это все работает, и я уверен, что сейчас и рынок подрядчиков подстроится, и будет тоже рекомендовать или предлагать не только классические проектные подходы, но и подходы, которые требуются компаниям, которые не готовы платить там 50 миллиардов просто так за внедрение. так, вот Ольга спрашивает вопрос, можно ли, пройдя данный курс, начать работать финансовым директором, находясь в должности главного бухгалтера? Надеюсь, что да, Ольга, я рассматриваю, почему я так уверенно отвечаю, потому что я веду вас по курсу так, как будто вы вступаете в должность первый раз, то есть вы пришли, я рассматриваю худший случай, то есть когда вы пришли на место работы, работать финансовым директором, в компании вообще ничего не настроено финансово, совсем все плохо, вот, ну, исходя из такого, извините, заражения по дигму, я и пытаюсь с нулевого старта дойти до, там, ну, не 100%, хотя бы 80% цифровизации, да, причем опять же, я разбираю не только какие-то цифровые IT-вопросы, я разбираю финансовые вопросы, разбираю, как наладить назначение, я даже разбираю, как там правильно подписи и печать организовать, чтобы там никто, извините, ничего лишнего не утащил из компании, поэтому я надеюсь, что да. Более того, у меня такой опыт есть, у меня есть опыт, когда вот главный бухгалтер, кстати, вот Светлана, которая сейчас на экране, я сейчас с ней активно общался и во время курса, и после курса, я просто знаю, что она сейчас пошла работать финансово директором, была главной бухгалтером, и у каждого в рамках курса есть возможность бесплатной сессии со мной, которую вы можете потратить либо на обсуждение вопросов внутри вашей компании, да, то есть, ну, допустим, какие-то есть сложности, я не знаю, с постановкой управленческой отчетности, там, ваш проект автоматизации застрял и буксует, это один вариант, второй вариант, вы можете использовать это лично для себя, и я помогал на таких встречах людям трансформировать свое резюме, чтобы оно выглядело подходящим, допустим, если вы хотите соискать должность финансового директора, то есть, предположим, у вас, если, ну, есть такая особенность, да, что если вы хотите работать финансовым директором, то если вы ищите работу через HeadHunter, например, да, то там, знаете, если у вас, как работает менеджер-побор персонал, у него задача стать финансовым директором, значит, у него взгляд должен зацепиться где-то в вашем резюме, в котором вы откликнулись на вакансии, на слово финансовый директор, если слова не будет, там будет главный бухгалтер или там что-то еще, каким бы вы умным человеком ни были, да, вы, ну, вряд ли, вряд ли вы пройдете первое сито, то есть, вам нужно пройти первое сито, и я помогаю вот подстроить резюме, ну, если вам это нужно, да, на этой сессии, так, чтобы вы могли это сито пройти, хотя вы попали в первичный отбор, и дальше вас пригласили на собеседование. У меня была еще опыт, вот, потому что с Светланой, кстати, поддержки ее и при собеседовании тоже, то есть, человек там сходил на одну, ну, на одну сессию собеседования, обычно они проходят там несколько этапов, да, и вот, просил меня помочь структурировать ее, как бы, профиль для следующих собеседований. Я не скажу, что благодаря мне она нашла, там, хорошую работу, или, ну, но, по крайней мере, она была благодарна за то, что, за тем, что она смогла сменить работу, и вот, ну, чувствовать себя более свободно на рынке труда. Надеюсь, на вопрос Ольги ответил. Друзья, если есть у кого-то какие-то вопросы еще, давайте, задавайте, если вопросов нет, ну, напоминаю, да, что мы стартуем курс, и хотел объяснить разницу между курсами, да, вдруг вас интересует. 16 марта финансовый директор-лидер цифровой трансформации, 30 марта эффективно управление финансов в период кризиса. То есть, если вы пройдете на финансовый директор, курс охватывает в том числе вот эти финансовые особенности в кризисный период, да, то есть, если вам нужно какие-то советы здесь и сейчас, как пережить кризис, то это 30 марта. Если вы, вам нужен более широкий взгляд, и в том числе сильно, ну, сильнее погрузиться в цифровую трансформацию, это не просто куда вложить деньги, бежать, а вот сильнее погрузиться в цифровую трансформацию, это курс 16 марта. Во-первых, я повторюсь, все участники курса получают одну сессию со мной, но я не жадный, то есть, если нужно, поверьте, я готов бесплатно еще какое-то время вас сопровождать, если вам это действительно нужно, да, или в ваших личных мотивациях, или для вашей компании, для ее автоматизации, и, это клуба успешных финансистов, которые проводят регулярно свои встречи, вот, кстати, ближайшая сейчас эта встреча по теме финансов плюс маркетинг. Друзья, спасибо большое, а, ну, кстати, да, еще и более того скажу, что участники клуба получают доступ к запченам предыдущих периодов, очень много накопилось, что мы только не обсуждали, и agile, и и другие вопросы, даже бирюзовая организация обсуждали, а те, кому это было интересно, как финансовый директор, финансовый директор и бирюзовая организация, есть такая тоже модная тема, интересная, она, ну, мы обсуждали с точки зрения финансов, как работают эти бирюзовые организации. Ольга спрашивает возможные оплаты частями, но надо связаться с организаторами, вот, есть ссылки, попрошу еще раз, еще раз наших специалистов дать ссылку на курс, сейчас я еще дам, да, вы просто не стесняйтесь, напишите им, там, ну, ждать там мотивированных, да, то есть, на какую, какая срочка вам нужна, и я думаю, что вопрос будет решен, надеюсь, что вопрос будет решен положительно. Даю вам ссылку, она простая, fintax.top, fintax.top, собака, digitalcfo, и заходите на курс, на сайт, регистрируются, вам потом перезванивают, и вы сможете обсудить вопрос, связанный с оплатой частями. Друзья, спасибо большое, рад был видеть тех, тех, кто присоединился сегодня на нашу встречу, те, кто будет смотреть ее записи, тоже передаю свой пламенный привет, спасибо большое, я с вами прощаюсь тогда, и до встречи либо 16, либо 30 марта. . . . . Продолжение следует...